Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбан Гулыберда Мухаммедов предложил перенести из Ашхабада центр автомобильного спорта. Президент Туркменистана обратился к участникам конференции, посвященной Дню Каспийского моря. Туркменские спортсмены приняли участие в закрытии Олимпиады и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбан Гулыберда Мухаммедов во время посещения Центра автомобильного спорта Туркменистана в северной части столицы предложил переместить данный объект. Это решение было мотивировано заботой о покое граждан, проживающих в близлежащих жилых домах, а также необходимости учитывать растущее число молодых энтузиастов автоспорта. Во время визита Гурбан Гулыберда Мухаммедов ознакомился с условиями, созданными для молодых спортсменов и лично протестировал технические возможности одного из спорткаров, продемонстрировав мастерство вождения с использованием различных приемов дрифта. Гурбан Гулыберда Мухаммедов подчеркнул, что после определения нового места расположения комплекса он передаст соответствующее предложение верховному главнокомандующему вооруженными силами страны. Сегодня в Туркменистане стартует научно-практическая конференция «Каспийское море. Партнерство для устойчивого развития», посвященное Дню Каспийского моря. По этому случаю президент Сердар Берда Мухаммедов обратился с поздравлением к участникам конференции. Глава Туркменистана Сердар Берда Мухаммедов направил соболезнования президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Иносию Лулида Силла в связи с крушением пассажирского самолета в штате Сан-Паулу, приведшим к многочисленным человеческим жертвам. От имени народа и правительства, а также от себя лично, президент Туркменистана передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших в этот тяжелый момент. Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбас Шариф направил послание национальному лидеру туркменского народа, председателю халк-маслахаты Туркменистана, Гурбан Глыберда Мухаммедову, в котором пригласил его посетить Пакистан. В Туркменистане среди педагогов объявлен конкурс лучших комплексных решений для электронного обучения. Организатор конкурса – Министерство образования Туркменистана. К участию приглашаются преподаватели, научно-педагогические сотрудники и другие специалисты высших и средних профессиональных учебных заведений Туркменистана. Конкурс проводится по трем направлениям – технологии и экономика, гуманитарной науки, культуры и искусства, здоровье и спорт, точной и естественной науки. Большая творческая команда туркменских и узбекских кинематографистов ведет совместную работу по созданию полнометражного художественного фильма, посвященного жизненному и творческому пути поэта-классика и мыслителя Махтум Кули Фраги. Новую картину планируется представить на международном кинофестивале «Горку Тата», который намечено провести в Туркменистане в начале ноября этого года. Компания Honeybee Robotics, входящая в состав Blue Origin, Джеффа Безеса получила финансирование на разработку грандиозного проекта для Луны. Речь идет о создании уличных фонарей высотой 100 метров, что превышает размер Статуи Свободы. Проект призван решить проблему длительных лунных ночей, длящихся около двух земных недель. Это представляет серьезную угрозу для будущих исследователей, полагающихся на солнечную энергию. В промо-ролике главный исследователь Вишнуса Нигипали пояснил принцип работы устройств. Массивные конструкции будут накапливать солнечную энергию в течение лунного дня, а затем освещать окрестности мощными прожекторами во время двухнедельной ночи. В Китае появилась необычная и востребованная профессия – слипмейкер. Эти специалисты помогают молодым людям, страдающим от бессонницы, расслабиться и уснуть с помощью успокаивающих бесед и эмоциональной поддержки. Рост популярности этой профессии связан с увеличением числа молодых китайцев, испытывающих проблемы со сном. Многие из них работают в условиях жесткой культуры – с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю, что приводит к стрессу и нарушениям сна. Часовая ставка слипмейкера может достигать 36 долларов, а дневной заработок – до 4200 долларов, не считая чаевых. Туркменские атлеты вместе с тысячами спортсменов со всего мира приняли участие в торжественной церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже. Шесть представителей Туркменистана, соревновавшихся в четырех видах спорта – дзюдо, легкой атлетики, плавании и тяжелой атлетики – завершили свое выступление на главном спортивном событии четырехлетия. В Ашхабаде проходит заключительный этап тренерских курсов уровня ПРО Азиатской футбольной конфедерации. Ведущие туркменские специалисты, включая главного тренера национальной сборной Мергена Уразова, проходят финальные модули обучения и сдают экзамены для получения высшей тренерской квалификации. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен Портал – ваш самый надежный источник новостей.